Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок русского языка во втором классе. Ребята, вы готовы к уроку? Приготовили учебник, рабочую тетрадь и пенал, выровняли спинки и проверили наклон рабочей тетради. Тема нашего урока – повторение пройденного. Проверим самостоятельную работу. Дома, ребята, вы выполняли упражнение 348. Вспомним задание. Прочитайте, выпишите однокоренные слова, разберите их по составу. Читаем вместе со мной. Медведь на зиму впадает в спячку. В зимнее убежище он забрался перед первым снегопадом. Снег заметает его следы. У медведицы зимой в берлоге появляются медвежата. Она кормит их своим молоком. Также нам нужно будет разобрать значение выражений. Два медведя в одной берлоге не живут. Медведь на ухо наступил и медвежья услуга. Проверим, ребята. Медведь, медведица, медвежата. Проверьте разбор данных слов по составу. Зиму, зимой, зимнее. И третье. Снег, снегопад. Ребята, какая общая часть услов первой строки? Конечно же, медведь. Это однокоренные слова. Услов во второй строке. Зиму, зимой, зимнее. Конечно же, общая часть зим. Это тоже однокоренные слова. Снег, снегопад. Здесь два однокоренных слова, у которых общая часть снег. Молодцы, ребята. Продолжим проверку самостоятельной работы и вспомним, что же значит разобрать слово по составу. Правильно, разобрать слово по составу, это значит выделить его части. Окончание, основу, корень, приставку и суффикс. Запомнили? Молодцы. А сейчас вспомним, что же такое фразеологизмы. Фразеологизмы, ребята, это устойчивые сочетания слов, которые употребляются в переносном значении. Например, водить за нос, значит обманывать. Рукой подать, значит рядом, близко. А теперь разбираем наш фразеологический оборот. Два медведя в одной берлоге не живут. Что же это означает? Правильно, двум людям со схожими чертами характера очень трудно будет жить в одном помещении. Второй фразеологизм. Медведь на ухо наступил. Ребята, так говорят о человеке, лишенного музыкального слуха. Третий фразеологизм. Медвежья услуга. Это помощь, которая приносит больше вреда, чем пользы. А сейчас запишем чистописание. Ребята, вам нужно будет прописать буквы. Также записываем рядышком букву Ш, соединение с буквой Ш, а на второй строке запишем два родственных слова к слову Ш. Не забудьте два родственных слова. Записали? Молодцы. И далее есть еще задание. Составьте и запишите предложение со словом Ш. Подумайте, ребята, и запишите. Продолжаем. Ребята, сейчас мы проверим, куда совершит путешествие. Буковка Е. Молодцы. Буква Е пропущена в слове земля. Проверочное слово земли. Следующее слово. Грачи. Молодцы. В слове грачи пропущено гласный А, потому что проверочное слово слово грач. Слово волна. Ребята, подумайте, какой же гласный? Умнички. Гласный О. Проверочное слово волны. Молодцы, ребята. Дальше следующее слово. Ну-ка подумали. Молодцы, пропущен гласный И, потому что проверочное слово зимы. Так, следующее слово пятерка. Проверочное слово пять, и значит пропущен гласный Я. Успели, ребята? Я думаю, что вам очень понравилось путешествовать на воздушном шаре. Сейчас поработаем по нашему учебнику. На странице 138 выполним упражнение 349. Вы готовы? Будьте очень внимательны. Читаем задание. Прочитайте, отгадайте загадку, запишите. Запишите отгадки, определите род и число имен существительных. Читаем вместе со мной. С К. А. Я в школе на стене. Горы, реки есть на мне. С П. От вас не утаю. Тоже в классе я стою. Ребята, ну-ка, разгадаем эту загадку. Это, ребята, что было? Так, совершенно верно. Это парта, которая стоит в вашем классе, и которую вы каждый день приводили в порядок. Задаем вопрос к слову парта. Парта чья? Молодцы. Она моя. Слово парта – это существительное женского рода. Так как парта одна, значит она единственного числа. Следующая загадка. С К. Я в школе на стене. Горы, реки есть на мне. С П. От вас не утаю. Тоже в классе я стою. Значит, с П. У нас была парта, а с буквой К. У нас карта. Слово карта женского рода единственного числа. Карта чья? Она моя. Карта одна, поэтому единственное число. Справа у нас есть карта. Молодцы, ребята. Выполняем упражнение 350 на странице 138. Читаем задание. Подумайте и запишите новые слова с корнем «ход», «вез». Используйте приставки «в», «до», «по», «про», «под», «пере», «за», «над», «о». Молодцы, ребята. А теперь записываем новые слова. Вход, доход, поход, подход, проход, переход, заход. Выделяем приставки. Выделили? Продолжаем. С корнем «вез». Повез, довез, провез, подвез, завез. Выделяем приставки очень аккуратно. Не забудьте выделить приставки в каждом слове. Молодцы, ребята. Это у нас части слова. Да? Окончание, приставка, корень, суффикс. Эй, девчонки! Эй, мальчишки! Собирайтесь-ка, детишки! Приглашаю на игру, чтоб проверить детвору. Как учились? Не ленились? Хорошо ли все трудились? Занимательные задания по русскому языку. Работаем. Угадай последнее слово. Ребята, читаем задание. В отрывках из стихотворений не хватает последнего слова. Нужно закончить стихотворение и правильно записать это слово. Вы готовы? Читаем. Портфель у меня не велик и не мал. Лежит в нем задачник, букварь и... Молодцы! Пенал. Посмотрите, в слове пенал безударный гласный Е, а ударный второй слог. Ударение падает на гласный А. Пенал. Четырьмя буквами. Так, ребята, подумаем, какими синонимами из четырех букв можно заменить такие слова. Вы готовы? Давайте вспомним, что такое синонимы. Вспомнили? Молодцы! Тогда я точно уверена, что вы не ошибетесь. Приятель значит синоним друг. Работа, труд, печаль синоним горе. Противник, враг, солдат, воин. Шагать, идти. Вспомнили, ребята? Молодцы! Запишите эти слова в свои рабочие тетради. А сейчас, ребята, мы выполним следующее задание. Вам нужно будет соотнести данные четыре слова со схемами, которые даны у вас справа. Итак, слово «песенка». Так, проверим работу, ребята. К слову «песенка» подходит вторая схема, в которой окончание «а», основа «песенка», корень «песенка» и суффикс «ка». Посмотрите, окончание, основа, корень и суффикс. Слово «пенал», ребята. Конечно же, первая схема. Так как в слове «пенал» нулевое окончание, основа «пенал» и корень «пенал». Слово «подруга». К этому слову подходит четвертая схема, потому что в слове «подруга» окончание, основа «подруг», приставка «по» и корень «друг». И наше четвертое слово – это слово «подсказка». И схема номер три соответствует данному слову. В этом слове окончание «а», основа «подсказк», далее приставка «под», корень «сказ» и суффикс «ка». Не забудьте аккуратно выделить данные части слова. Молодцы, ребята! А сейчас, когда мы выполнили классную работу, мы с вами запишем самостоятельную работу. Дома вам нужно будет выполнить упражнение 351 на странице 138. Будьте внимательны, мы с вами разберем самостоятельную работу. Читаем. «Прочитайте, спешите, выделите в словах приставки». Значит, вспомним, что такое приставка. Молодцы! Приставка – это часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Теперь, когда вы знаете, что такое приставка, вы должны списать и выделить в словах приставки. Значит, первое – готовить, подготовить, переподготовить. Найдете в каждом из слов приставку. Возможно, в каком-то из слов ее может и не быть. Дать, подать, преподать. Третье – водить, приводить, заводить. И четвертое – носить, износить непроизносимой. А сейчас послушайте стихотворение Корния Ивановича Чуковского «Мой додыр». «Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане, всегда и везде вечная слава в воде». Ребята, я желаю вам, что вы обязательно соблюдали гигиену, чаще мыли руки и следили за своим внешним видом. На этом наш урок подошел к концу. Вы прекрасно работали на уроке. Я желаю вам всего самого хорошего. Берегите здоровье. Субтитры подогнал «Симон»!